На этот препарат здесь возлагают большие надежды. С марта этого года в Политехии исследуют антиоксидантную систему, извлеченную из нетрадиционного растительного сырья. Это ряд высших грибов, которые ранее в России никем не исследовался. Зато эти грибы веками использовали в Китае и в Японии в фармацевтических целях. Вы спросите, что уникального в этих грибах? Ученые поясняют, в них содержатся редкие биологически активные компоненты. Они могут продлить срок годности продуктов без специальных химических веществ. Новая технология сможет использоваться хоть в косметике, хоть в майонезе. Что касается использования этих грибов, я бы сказала, что в России в принципе перечень тех грибов, которые в промышленном производстве активно используются, можно пересчитать по пальцам одной руки. Как правило, мы говорим только про вешенку, шампиньоны. Те грибы, которые заготавливаются дикорастущими, а потом перерабатываются в промышленности типа лисички, опята и белый гриб. И как правило, на этом заканчиваем. Исследование проводится совместно с Алтайским государственным университетом. В АГУ отработали технологические параметры выращивания мицелий этих грибов. Это и есть сырье, с которым работают ученые. Эксперты считают, что препарат позволит по-новому взглянуть на продолжительность жизни многих продуктов. А главное, он будет еще и безопасным. Мы привыкли сейчас к тому, что более дешевые это компоненты исключительно синтетические, те, которые в том числе могут иметь негативные отдаленные последствия, в частности, те же парабены, про которые спор идет до сих пор. Если мы сможем вместо и антимикробных компонентов, и антиокислителей синтетической структуры вводить исключительно натуральные компоненты, то это будет уже свое определенное достижение в этой области. Свой вклад в это достижение делают и студенты. Они также работают над проектом. Это уходовая косметика, это тоже немало интересно. Конечно, интересно, что из этого получится, и мы ставим высокие такие перспективы, потому что работа интересная, необычная, и что-то из этого получается. Сегодня в университете проходят лабораторные исследования. Далее экспертам предстоит отработать рецептуру, технологию, и уже в ближайшем будущем препарат принесет свои плоды с долгим сроком годности. Ирина Корчагина, День с толком.